Донская селедка очень нежная, у нее не очень много чешуи, но она похожа на сельте-васи, она заходит, ну так скажем, с Азова в Дон и ее там ловят мои друзья. Смотрите, берете острый нож, убираете чешую, обрезаете хвостик и вот так вот легким движением острого ножа открываете животик. Смотрите, открыли живот, смотрите, здесь у нас икра лежит и кишки, забираем кишки, нам не нужны кишки, вот это вот главная кишка и нам не нужна желчь, вот она смотрите, мы забрали, забрали желчь, раз, легким движением, смотрите, получилось, что в животе. Дальше, еще одно движение, которое мы должны совершить, мы должны забрать жабры, жабры будут вонять, они нам не нужны, вот так, смотрите, пальцем заходите с одной стороны, на одну сторону их сгоняете и вот так вот отрываете просто, вот так, раз, оторвали. Все, у нас готовая рыбка, смотрите, приклеенная икра кверху, да, внутренностей и вот такая вот получилась донская селедка, сегодня я ее и приготовлю. Маринуется рыба очень просто, но она скорее солится, смотрите, солим солью рыбку со всех сторон, обычной поваренной солью, смотрите дальше, что обязательно вовнутрь нужна соль, дальше берем укропчик, кладем вот сюда и берем маленький кусочек лимона, вот он, лимончик, вот и вот сюда его вставляем ближе к икре и закрываем нашу рыбку, вот, таким образом она у нас сейчас полежит, часик, полтора, и мы ее будем, ну, как бы, жарить и коптить одновременно. Для блюда мне потребуется бекон, грибы, приправа от Форестер для рыбы и креветок, кукуруза, перец, баклажаны, немножко щипы, которую мы сделали из груши, казан, немножко спагетти, смотрите, черноморские мидии, дальше, замаринованная донская селедка, сковородка садж, шампурики, аппарат термогриль Форестер, который сегодня, собственно, и будет готовить нам это прекрасное блюдо, вот такая крышка с термометром и с окном, который мы будем регулировать температуру нашего жарения и копчения. Ну и вот такой вот прекрасный дворик, это мой дворик, который находится в станице Елизаветинской, Краснодарского края. Мы открываем нашу приправу, посыпаем ее, ну буквально, я не знаю, это может быть грамм 10-15 в нашей мидии и заливаем небольшим количеством соевого соуса. Грибы также моем, сушим и заливаем соевым соусом. Грибочки у нас мариноваться будут, ну минут, не знаю, 15-20, также точно будут мариноваться наши мидии. Надо их просто немножко посолить. Соль туда достаточно сложно, чтобы проникла, поэтому солим соевым соусом. Овощи выкладываем вот в такую вот большую миску. Кукуруза у нас вареная, поэтому мы ее просто потом порежем и дадим ей корочку. Смотрите, наши овощи скатываем небольшим количеством масла, можно оливковое, можно подсолнечное. Вот, и посыпаем ее солью. То есть наши овощи тоже маринуются. Мы их будем жарить целиком. Соль можно втереть прямо в перец и в баклажаны. Хвостик я тоже оставил, не обрезал, ну, чтобы сохранить овощную аудентичность. Можете взять уголь Форестера, он быстро разгорается и достаточно плотно горит. Разводить уголь рекомендую газовой горелкой. Кстати, друзья мои, здравствуйте. Не видели же, соскучились небось. Я-то как соскучился. Вот и отлично. Когда разводите огонь, идет дым, и наша рыба уже начинает потихоньку вялиться и коптится. Ну и, соответственно, муха не садится на муху. Друзья мои, я даже спагетти сегодня буду варить на мангале. Наша водичка закипела. Кладем в воду наши макарошки. Макароны распределяем по всей поверхности, ну, желательно, чтобы они не сломались. И варим их до полуготового состояния. Солить их ни в коем случае не нужно. Чтобы они быстрее варились, можно накрыть крышкой, которая является, кстати, крышкой одновременно и сковородкой. Наши макароны готовы. Сливаем воду и оставляем их ждать своего часа. Они готовы на 80%. Забираем наши макарошки. Сюда ставим сковородку саджи. Нам не нужна сильная температура в камере в коптильной. Как только угли разгорелись и, ну, примерно где-то градусов 130-140 стало на углях, ставим щепу сухую вот в таком вот фольговом коробе, чтобы наша щепа воспламенилась. Дальше. Ставим решеточку. Решеточку смазываем маслом обязательно. Видите, вот чуть-чуть надо ее смазать маслом, чтобы наша рыба к ней не пристала. Кисточка и масло. Ну, обычное. Можно оливковое, можно подсолнечное, любое. И выкладываем нашу уже подсохшую рыбку. Ну, выкладываем по всей поверхности так, чтобы она у нас и жарилась, и одновременно коптилась. Ну, у нас здесь получается прямой гриллинг. Так, отлично. Ну, и, соответственно, закрываем нашей крышкой. Регулировать температуру мы будем вот этим окном. И вот этим окном, который находится снизу. Сюда заходит воздух, сюда выходит. Итак, я думаю, что наше первое блюдо готово. Опачки. Ну, скажите, что оно не готово. Конечно, готово. Ставим разносик. На разносик выкладываем укропчик. Укропчик на грядке нарвал, прям в огороде. Смотрите, положили дальше. Лимончик. Обязателен, обязателен лимончик. И, смотрите, друзья мои, начинаем выкладывать нашу рыбку. Смотрите, вот она какая. Видите, она шуршит, шелестит. Раз. Два. Сюда вот маленькая. Отлично будет. Ух, какая ты красотка. Она как раз на укропчике немножко подстынет. Так, дальше. Опа, вот это. Ух, 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 ух. Ну, и здесь как-то хаотичненько. Раз. Два. И вот так вот. Это рыбка три. Все, ребят, первое блюдо готово. Кукурузу нанизал, порезал. Просек немножко. Перец и баклажаны одел целиком. Сейчас покажу, как одевать грибы. Итак, берете шампур Форестер. Шампур очень удобный, ребят. Очень удобный. Широкий. И по толщине, и по жесткости. Ручки деревянные. Когда крутишь, руку не печет. Смотрите, вот это вот закругление одно. То есть шампур не пропадает по длине. Очень приятно. Никаких заусенец. Смотрите. Берете грибочек. Он у нас, насколько вы помните, мариновался в соевом соусе. Смотрите. И начинаете заматывать этот грибочек в бекон. Я беру сырокопченый бекон. Не важно, какого производителя. Смотрите. Вот так вот замотали. Вот у него ножка здесь. И шампуриком, вот там, где замоточка у вас закончилась, вот так вот пронзаете. Немножечко накоса. Вот так у вас выходит грибок. И он у вас полностью, смотрите, вы прижали его, он у вас полностью в беконе и не размотается. Еще раз показываю. Берете грибочек, который засолился. Берете бекончик, который тоже засолился. И вот, смотрите. Раз. И поехали. Крутите. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Вот. Опять у вас раз пришло. Ну, если он провалился сильно, можно его чуть-чуть достать. Чтобы мяско было одинаково со всех сторон. Потом берете вот так вот. Раз. И пронизываете его. Раз. Ваш грибочек не треснет. Но даже если и треснет, он примотан, видите, мясом, беконом сырокопченым. Вот таким образом нанизываете все грибы. После того, как мы нанизали наши овощи грибы, ну, как бы, наша картинка должна быть именно вот такой. Именно в таком виде мы помещаем его на мангал. Наливаем масло на сковороду саджи. Масло наше достаточно быстро разогревается. И выкладываем очень быстро наши мидии. Мидии у нас соленые. Можно сказать, что в соевом соусе. Пока жарятся наши мидии, можно крутнуть наши шашлычки овощные. Ребят, жарятся мидии очень быстро, но они практически уже готовы. Дальше. Что мы делаем следующим образом? Следующим образом мы выкладываем на мидии нашу пасту. Отлично. Даже, наверное, лучше это делать вот такой вот лопаткой, которая является одновременной лопаткой и щипцами. Смотрите, готовится блюдо очень быстро. Кисло-сладкий соус. Вот так. Отлично. Отлично. И пусть еще немножечко потомится. В соусе, кстати, есть и соль. В соусе есть и сахар. В соусе, кстати, есть еще и остринка. Соли. 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 Рыба. Соли. Соли. вот и подходит к концу еще один кулинарный день на канале Сюф краснодарский ребят форестер реально меня удивил и открыл для меня новые кулинарные возможности так грибочки уже готовы перец готов кукуруза готова баклажаны готовы и этот перчик практически готов ну рыбка уже остыла с вами был Сюф краснодарский будьте всегда в теме приятного аппетита и